Здравствуйте, уважаемые подписчики и любители цветов! Меня зовут Татьяна. Я рада приветствовать вас на канале Розовое Хобби. Сегодня я хочу поговорить с вами не о розах. Сегодня в саду меня ждут рододендроны листопадные и вечно зеленые. Рододендроны великолепные по своей декоративности растения. Многие уверены, что из-за экзотического происхождения вырастить его очень сложно. Но на самом деле, если следовать довольно простым и понятным правилам, можно стать обладателем такого красавца даже в Подмосковье. Ему нужно создать максимально благоприятную среду для развития. Эти удивительные кустарники предпочитают места с высокой влажностью. А наиболее губительными природными факторами для рододендронов является ветер и избыток солнца. Поэтому для посадки надо выбрать защищенное место, которое будет затенено от палящих солнечных лучей. Вечно зеленые рододендроны хорошо растут на открытых солнечных местах с рассеянной тенью в полдень. А для листопадных рододендронов подходят и полностью открытые участки. Рододендроны страдают не только от летнего, но и ранневесеннего солнечного света. Цветочные пучки рододендрона, сформировавшиеся еще в августе, часто обгорают на весеннем солнышке, который достаточно пригревает уже в конце февраля. Как и многие растения, рододендроны не любят ветров и сквозняков. На незащищенных местах рододендроны страдают зимой от иссушающего действия ветра. Поэтому их надо защищать зимой не столько от холода, сколько от ветра и весной от палящего солнышка. Этот куст рододендроны мы пересаживали летом. Он был посажен очень близко у дороги, но разросся и стал мешать. После пересадки рододендрон выглядит здоровым. Высота куста больше метра, а диаметр больше полутора. Сформировал много цветочных почек и, как видите, начали расти молодые побеги, которые не успеют вызреть до зимы и, конечно, могут погибнуть. Я опрыскала куст однопроцентным раствором сульфата калия. Это приостанавливает рост побегов и стимулирует одревеснение их. Чтобы снег не поломал побеги, я делаю жесткий каркас для укрытия. Но куст так сильно разросся, что под дугами его не разместить. Я его буду связывать. Установила дуги, натянула сетку. Это сетка из строительного магазина для штукатурных работ. Она спасет весной от яркого солнышка. Поверх сетки я закреплю спонбонд для защиты от сухого зимнего ветра. Но спонбондом я укрываю при наступлении отрицательных температур. В середине октября я сделала влагозарядковый полив для того, чтобы корни напитались влагой и цветочные почки не страдали от пересушивания зимой. И, конечно, замульчируйте приствольные круги. Лучшая мульча для рода дендронов это верховой торф или хвойный опад. Посмотрите, дорогие друзья, при температуре минус 1 градус Цельсия листья вечно зеленого рода дендрона скручиваются в трубочку. Не беспокойтесь, за свое растение. Ничего страшного с ним не происходит. Этот прием предохраняет роды дендроны от обезвоживания. В районах, где зимы не очень суровые, роды дендроны вообще не закрывают. И тогда падающий снег не задерживается на веточках, что уменьшает вероятность поломки ветвей. И, кроме того, упавший снег укутывает корневую систему. Вот так я укрыла и другие свои роды дендроны, тоже сеткой. До наступления стабильных заморозков укрывать панбондом я не буду. Листопадные роды дендроны, некоторые называют их азалии, тоже уходят зимовать с цветочными почками. Листво они скоро сбросят, а почки останутся. Но укрывать их так же тепло, как роды дендроны вечно зеленые, я не буду. Первые две зимы после посадки я их утепляла. Но в этом году они зимуют четвертый раз. Я свяжу веточки друг с другом и поставлю срезанные шапочки гортензией метельчатой. Это будет задерживать снег и утеплит на зиму растения. Если у вас есть хвойный лапник, то им тоже очень хорошо воспользоваться. Но, как видите, листва еще достаточно зеленые. Вот так в июне цвел листопадные роды дендроны, голден лайт. А это набукка, мандарин лайт. Это было их первое цветение. И я верю, что в следующем году оно будет более пышным. Надеюсь, видео было вам полезным. Если так, то поставьте лайк, пожалуйста. Если вы еще не подписаны на канал, сделайте это сегодня. Я благодарю своих подписчиков за поддержку. Дорогие друзья, я желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. С вами была Татьяна на канале Розовое Хобби. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!